Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Сегодня посмотрите, какое у нас обширное видео. Я думаю, что будет интересно. Кому нравится распаковка пряжи, кому нравятся новые мои идеи, оставайтесь. Я думаю, что вы не пожалеете. Итак, мои хорошие, хочу напомнить о прекрасном спонсоре этой пряжи, в которую я влюбилась просто с первого взгляда. Это интернет-магазин Ярн21. Громаднейшее благодарю. Это не посылка, это просто цветотерапия. Посмотрите, сколько пряжи мне пришло. Какая она вся разная по цвету, разная по фактуре. И я хочу поделиться с вами своим открытием этой пряжи. Это просто клад. Это не пряжа, это просто клад. Я в прошлом видео вам рассказывала, что я все больше и больше влюбляюсь в фирму Ярн-Арт. И это на самом деле с каждым днем, наверное, все больше и больше усиливается. Потому что практически вся пряжа, которая пришла мне, это почти 3 килограмма. Громаднейшая посылка. И это все пряжа Ярн-Арт. В общем, я открыла для себя этого производителя и очень этому рада. Но хочу показать вам новинку. Вообще, у фирмы Ярн-Арт очень много в последнее время новинок. Идет лето, и это летняя пряжа. Хотя она достаточно, ну такая, я бы сказала, толстенькая. Это шнурковая пряжа. Я, наверное, начну с нее, потому что чувства меня распирают. Я сегодня так торопилась связать два образца. Причем образцы из 260 узоров из книги Хитоми Шида. Это японские узоры. Конечно же, над ними пришлось немножко посидеть, попыхтеть. Но вот успела до темноты. И спешу вам показать это чудо. На камеру не очень передается блеск. Но вообще пряжа достаточно с содержанием люрекса и блестит. Очень красиво. Впереди лето, и я уже представляю этот шум моря или хотя бы шум речки. Какой-то вечерний денечек, вечер вернее. И вы идете в прекрасном кардигане, который у вас сверкает в свете солнечного заката, либо в огнях города. В общем, это мысли вслух. И я скорее спешу закончить свое платье на круглой кокетке. И, конечно же, буду приступать вязать к этой пряже. Из этой пряжи. Что же это за пряжа? Значит, пряжа называется Элеганс от Ярнард. Это 100% гипоаллергеновая пряжа. Цвет этот 120. Шнурковая пряжа. Значит, в 50 граммах 130 метров. И посмотрите, какой состав. 88% это хлопок и 12% это вот эта люрексовая ниточка, которая ввязана в этот шнурочек. Посмотрите. Сейчас вот сфокусируется, фокус прыгает. Какой это прекрасный шнурок. Значит, спицы здесь рекомендуют 4. И я вязала тоже на четверке. Вот 4 миллиметра спицы и 4 миллиметра крючок. 500 грамм на вот такой вот небольшой джемпер. Я дозаказала у Димы еще вот такую пряжу. Побоялась, что ее разберут. Я в рамках сотрудничества заказала всего 500 грамм вот этой бежевой пряжи. Но на длинный кардиган мне, наверное, не хватит. Поэтому дозаказала. В общем, хочу связать кардиган удлиненный. Я не говорю, что это будет вот такой кардиган. Я, кстати, тоже на него засматривалась от Светы Волкодав. Но то, что это будет что-то ажурное. И, наверное, скорее всего удлиненное. Не знаю, буду я делать на пуговицах или просто под ремешок. Это еще вопрос. Но то, что я хочу кардиган, это точно. А теперь посмотрите, как держит пряжа форму. Я специально связала вот такой гладкий узор. Вот он из книги Хитомишида. Узор 55. Достаточно простой, но вы посмотрите, какой эффектный. Вот эти полосы. Они будут удлинять фигуру. И это будет здорово. То есть вот такой гладкий узор. Но мне захотелось посмотреть, как же пряжа будет выглядеть в косах и оранах. Этот цвет вообще не передается. Это достаточно насыщенный цвет яркой морской волны. Он у вас передается как голубой. Но я вообще не могу передать этот цвет. Вот как я не верчу. Но мы все знаем, что цвет морской волны очень сложно передать в камеру. Но это очень яркий, насыщенный цвет. И из этого оттенка я сейчас все назову. Все оттенки. Всю пряжу рассмотрим. Поговорим о планах. Я также связала просто лицевой гладью. Может быть у меня все-таки созреет либо а-ля чайка, либо какая-то морская водолазка или футболка. Что-то такое. Посмотрите, как красиво комбинируется с черным цветом. Практически нет рядности, когда вяжешь этой пряжей. В общем, и вязать одно удовольствие. Слышу уже ваши вопросы, как эта люрексовая ниточка колется или нет. Не колется от слова совсем. Да, пряжа немножко такая, ну как сказать, не пушок, не мягкая. Нет, я не могу сказать. За счет люрексовой ниточки она не может быть очень мягкой. Если вы вязали изо льна, то это вот те же самые ощущения, вот когда вяжешь изо льна. Но вот это люрекс, вот кстати, на вот этом цвете, ну более-менее передается блеск, люрекс вообще не ощущается и вообще не колется. Я еще не стирала образец, но мне очень нравится. Почему я заказала эту пряжу? Я долго сидела в этом магазине. Кстати, магазин с очень демократичными ценами. Загляните, убедитесь сами. У многих блогеров есть распаковки из этого магазина. И все хвалят этот магазин. И я не первая. Вот эта пряжа Элеганс стоит 86 рублей за 50 грамм. Я считаю, что это вполне демократическая цена. Ну то есть, очень хорошая цена. Также пряжа Бэби Кота, я ее тоже заказала, по-моему стоит 76 рублей 50 грамм. Достаточно дешево, как говорится, и сердито. А пряжа просто прелесть. Так что не все то золото, что блестит. Оказывается, бюджетная пряжа может выглядеть богато и смотреться дорого. Хорошо бы подобрать под нее соответствующие узоры. И тогда все будет просто очень классно. Так, что еще хотела сказать. Значит, я эту пряжу заказала в нескольких цветах, в четырех. Значит, вот этот цвет морской волны я забрала последние 7 моточков. Это Color 115. Но вы посмотрите в этот магазин. Может быть, подвезут. Либо задавайте вопрос. Там есть очень хороший продавец. Зовут Дима. Он практически всегда в онлайн. Можно спросить. В чем еще особенность этой пряжи? Вот этот люрекс, он идет под цвет пряжи. Вот если это беж, оттенок, по-моему, леон, вы видите здесь золотистый люрекс. Если это цвет морской волны, то здесь люрекс тоже цвета морской волны. Если это желтый, то тоже будет люрекс желтый. Это просто бомба. В общем, я не знаю, когда появилась эта пряжа. Но когда я стала делать свой заказ, делать выбор, я просматривала отзывы. То есть, я ее нашла, я ее посмотрела. Но, во-первых, я никогда не покупала пряжу с люрексом. Очень хотелось попробовать. Люрекс, пайетки, что-то такое. Вот, я ее увидела на сайте. Забила в поиске YouTube. И мне выплыли несколько видеороликов. По-моему, канал Вязаный РФ. И я, когда увидела вот на этом канале Вязаный РФ, вот подобный вот такой образец, все, мои как бы сомнения отпали. Я сразу же заказала эту пряжу. Заказала я каждого оттенка по 500 грамм. Так, вот этот оттенок мы уже с вами смотрели. Вот такой ярко-желтый. Кстати, сейчас очень модный желтый цвет оказывается. Ну, я не потому, что он модный. Мне что-то захотелось какой-то яркости. Я люблю беж, конечно. Все такие пастельные тона. Но тут меня пробило. И вот дальше вы видите пряжу Бэби Коттон. Сейчас мы к ней перейдем. Но тоже достаточно яркого цвета. Итак, вот смотрите. Вот опять оттенок желтый. Та же Элеганс. Так, оттеночек этот 116. И здесь тоже вы видите, что люрекс желтого цвета. Ой, как же красиво будет смотреться из пряжи черного оттенка. Вот солнышко выглянуло. Интересно, как тут поменяются оттенки. Ой, красота красивая. Посмотрите, как искрится. Как будто солнышко знало, что сейчас нужно выйти, что я снимаю ролик. У нас и снег был вчера или позавчера. Вот. Ну, а сегодня вот дождь, солнце, такая переменная облачность. В общем, 500 грамм у меня вот этого оттенка. Кстати, я всегда подбираю оттенки, чтобы они хорошо комбинировались с бежевым, желтый, очень красиво. Да, и бирюзовый, как бы вот с бежевым тоже красиво. Да, и с желтым красиво. В общем, все оттенки друг к другу подходят. И к этой пряже, не то, что к этой пряже, глаз упал у меня на пряжу Ализе, хотя я ее не очень люблю. Это пряжа с пайетками. Пайетки и тоже люрекс здесь. Значит, как же она называется? Вот, я даже прочитать не могу. Вот, видите, соло, Ализе, Эбея или как-то так. Ну, в общем, девочки, читайте сами. Вот такая пряжа. Я купила 200 грамм, то есть два моточка. В 100 граммах здесь 410 метров. Достаточно тонкая пряжа. Видите, это специальная серия, я так поняла, от Ализе. Состав здесь более такой, я бы сказала, ну, не натуральный. Но меня подкупили эти пайетки. И я хотела смешать эту пряжу. Но сейчас я на ощупь ее вот пробую. И мне кажется, что я даже ни с чем ее не буду смешивать. Пряжа мягкая. И в одну ниточку с таким метражом, я думаю, получится, может быть, хороший удлиненный даже джемпер. Итак, 80% акрил, 5% пайетки и 5% металлик. Ну, это вот люрекс. То есть, это, ну, я бы так сказала, синтетическая пряжа. Но мне очень захотелось ее попробовать. Я тоже почитала отзывы об этой пряже. И вот два моточка я заказала в этот заказ. Вот. Итак, значит, с этой пряжей мы разобрались. Я вам все показала, все рассказала. Выразила свое восхищение. Попробуйте. Идет лето. Судя по образцам, пряжа держит форму. Вот, посмотрите, это тоже вот из хитомишида. Японский узор. Я сейчас назову номер, найду его в этой книге. Если вам понравился, то вы можете найти и тоже связать. Вяжется не очень легко. Нужно постоянно быть во внимании. Ну, в принципе, как и все японские узоры. А вот, поэтому... Ну, красота. Красота. Я точно хочу... Мне кажется, вот я зря связала из этой бирюзовой ниточки. Мне кажется, вот из желтого оттенка вот этот оранчик смотрелся бы гораздо красивее. Ну, а этот плоский узор просто... Вот, смотрите, какой плоский, простенький, а как красиво смотрится. Вот этот очень легко вяжется. Итак, напомню, 55-й узор. Это вот, который бежевый. Итак, второй узор, это 115-й. Смотрите, как красиво выглядит. Я тут уронила моточек и распустила то, что закрывала. Вот так этот выглядит узор в этой пряже. Держит форму. Я, правда, еще не стирала образцы. Но, судя по отзывам, которые я смотрела на ютубе, девочки пишут, что она дает усадку. Об этом я, конечно же, скажу вам позже. Не удержалась я. Мне время было жалко на то, чтобы ждать, когда он высохнет. В общем, я сегодня целый день вязала вот эти два образца, чтобы скорее поделиться с вами этой пряжей. Пряжа пользуется популярностью. Скажу сразу. И спешите в магазин Ярн21 по 86 рублей. Я думаю, это классная бюджетная пряжа на лето. Маечки, все, вот буквально все, маечки, топики, платья, кардиганы, все подойдет к этой пряже. В общем, я довольна. Громаднейшее благодарю еще раз магазину Ярн21. Итак, сейчас перейдем еще к одной пряже, которую я уже использовала, но как бы пробовала в вязании. Я вязала дочери ее джемпер Восторг, который я назвала, и с бэби-кутом серого оттенка. Спонсором был, конечно же, магазин Ярн21. Но там я смешивала эту пряжу с пряжей Апал. Я сейчас вам покажу оттенок вот такой вот персик. Вот вы видите, 411-й, это полухлопок. 50% акрил, 50% хлопок. Вот такой нежный, очень нежный цвет. Там, кстати, тоже в магазине есть оттенок персикового цвета, но чуть-чуть другой. Так что будьте внимательны, не ошибитесь. Там есть светлее, есть темнее. Пряжа просто класснючая. Значит, я не помню метраж, и так не хочется мне распаковывать упаковку. Да, девочки, упаковка. Магазин находится в Чебоксарах. Дошла ко мне в Москву. Посылочка ровно за три дня. Итак, значит, здесь 50 грамм, 165 метров. Она очень экономичная, эта пряжа. И это котенок, она очень мягкая. Боже, какой красивый цвет. Обалденный. Такую же пряжу я заказала, тоже упаковку 500 грамм. Ну, вот такого рыжего, морковно-рыжего цвета. Очень понравился цвет. Повторюсь, мне почему-то захотелось яркости, какого-то взрыва эмоций. Это такая цветотерапия. Наверное, после зимы хочется чего-то яркого. Посмотрите, какой красивый оттенок. Класс. Итак, этот оттенок цвет 421. Ну, метраж, конечно же, тот же. 500 грамм пряжи. Но я этот оттенок выбрала намеренно. Сейчас покажу, с чем я хочу смешать эту пряжу. Ну, а вы мне напишите, как вам такая смесовка. Итак, достала из-за кромов я вот эту пряжу. Это 100% шелк. Я покупала эту пряжу давным-давно в группе на одноклассниках. Уже не помню ни группу, ни женщину, которая покупала. Но очень давно дело было. Я тогда увлекалась ирландским кружевом. Но что-то в кружеве как-то не пошла эта пряжа. Вот хочу смесовать вместе вот с этим морковным. Не знаю, что получится. Но желание вот такое есть. Если буду вязать спицами, конечно, это очень тонкая пряжа, я имею в виду, бэби-кота. Поэтому, если смешаю, то, наверное, получится классная толщина нити для спиц. А вообще, напишите мне, вы вязали эту пряжу каким номером спиц? Хотя производитель рекомендует троечку, и крючок три, и спицы. Ну, в общем, я такими тонкими еще, наверное, не вязала. Очень будет интересно почитать ваши комментарии. Вообще, напишите, как вам идеи про кардиган, про пряжу, что вы хотите связать. Фронт работ у нас предстоит громаднейший. Лето впереди, пряжа есть. Запасаемся терпением, запасаемся временем, хорошим настроением. В общем, вдохновляемся на летние модели. Ну, а на этом я буду заканчивать сегодняшний ролик. Еще раз благодарю магазин Ярн21 за предоставленную шикарнейшую пряжу. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч! С вами была Елена Ситникова. Пока-пока!